Праведники и греши от Адама до последнего человека на береге. А вот здесь решаются уши сегодня. Где мы будем? С правой стороны или с левой? При пришествии Христа праведники вознесутся в Сретение Господу. Грешники пойдут в озеро Огненное, очень далеко друг от друга. И вот здесь говорит апостол Павел, Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Душевным называется сам человек в плоти своей. Все люди до одного душевные рождаются по природе Адама, согрешившего Адама. А то говорят, мы по природе христиане, по природе. По какой? По природе Адама не согрешившего, да, а по природе Адама согрешившего мы все язычники. Мы отступники от Бога. И первое, что в человеке есть, это тело сотворенное. Тело это душевное. А потом духовное. Слово духовное сегодня употребляется совершенно не к месту. Во время перестройки ввели это слово в обиход духовность. А что это такое? Слово духовность вообще отсутствует в Библии. Мы должны обращаться к Священному Писанию и смотреть, как оно отвечает. Смотреть эти места. Пытаться их как-то применить к нашей жизни. Как оно сегодня это проявляется. Это будет самое правильное, безошибочное понимание слова духовный. Слово духовный в Библии встречается 25 раз. И ни разу в детском завете. Ведь это кто-то должен когда-то исследовать. Мне это не дано. Ну, понятно, пустое место. Выходит, быть духовным там и не знали. Ни Моисея, ни Иов, ни Давид, ни кто. Ни разу нигде не употребили это слово. Что оно означает? 25 раз в Новом Завете. Смотри, как стремительно поднялось все. И вот как Слово Божие говорит. Как нужно мыслить духовно? Рассуждать. Апостол Яков 3 глава 15 стих. Когда люди по земному рассуждают. Выгоды здесь. Опыт применяет который. Это все земное. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Вот начинает сейчас говорить о восстановлении союзов прежних размеров. А как он собирался? Ермак что делал духовно? Не хотят даже слышать священники. Ну захватчик шел. Жили здесь татары. Кому они мешали? Они нападали на нас. Ну и что нападали-то? Ну их не убивали до смерти. Это Россия. Это была. Захватили дальше пространство. А теперь Казани на любой день может отпасть. Там посчитают своих. Монголы ждут Чингисхана как национального героя. Это для России 120 лет было рабство. А мы должны понимать духовно так. Наступило время возмездия и мы должны эту чашу выпить и черепки облезать. Вот духовное рассуждение. Они за оружие браться. Бог настойчиво советует Израилю идти в плен. И все кто протеялись, все были убиты до одного. Один пророк Иеремия понимал, что патриотизму пришел конец. Надо ворота открывать, врага запускать и идти в плен. Вот духовное рассуждение. Духовный человек, он смотрит вверх. А мудрость свыше. Она духовная. Где, вот допустим, сегодня нам встречаются люди? Где они могут показать свою духовность? Духовную или не духовную? Апостол Иуда 1 глава 19 ст. говорит. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Значит, любое разделение – это душевное, не духовное. Все сектанты, даже харизматические секты, пятидесятники, они душевные, не духовные. Потому что легко пошли на разделение. Священства рукоположенного нет. Это не церковь, отделяющая себя от единства веры. Мы сразу начинаем определять. Это абсолютно точно. А среди них что духовных есть? Среди них духовное. Но само явление, отделение – это не духовное. Мы спрашиваем нашим епископом. Вот как все это пойдет? Что он говорит? На новое образование я не пойду. Это определенно. Их уже 5-7 образований, а в зарубежной церкви. Я на это не пойду. То есть, отдельно, допустим, он выделился, никому не подчиняться, как было у Лазаря, было у Варнавы. На это я не пойду. В 1-м послании к Коринфянам, 2-я глава 14 стих, описано, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что об этом нужно рассуждать духовно. А духовно может рассуждать о всем». Душевный он не может рассуждать. Когда мы показываем на необходимость сегодня смирения перед властью, а как так? Они, коммунисты, сегодня опять прорываются к власти. Любыми путями их не допустить. Не знаем, я могу только молиться. Может, мы не до конца еще рассчитались за прошлое. Все еще старые люди голосуют за них. Не знаем. В любом вопросе духовный он всегда будет искать выгоды небу, выгоды церкви, а не то, что свое. Вот почему апостол Петр в 1-е послание 2-5 говорит, «Чтобы каждый из нас были как живые камни, устроя из себя дом духовный». Чтобы быть нам духовными, из себя нужно соделать дом. При том дом, в котором Дух Божий живет. Духовное помышление о жизни. Чтобы каждый был храмом. А что в храме делается? Молитва, совершается причастие. Что в большом храме делается? То, что видимое в стенах. Это все в человеке. Благословляет священник, а он с нами в своем благословении. Здесь чаша, чаша, а я разве чашу, если я принимаю из чаши, устам ее принимают святые таинства. Итак, устрояет дом духовный из себя священство святое. Вот это духовное рассуждение. Женщина, мужчина, ребенок привлечите к тому, что это духовное. Мы отвели в духовное правило, устав, какой у нас есть. Семь минут. Сколько я про это говорю? Никакого движения. Сегодня я обидел уже. Встать всем на молитву. Вижу, ребенка подносят к иконам. Люди выходят к народу, кланяются. Отставить это. Народу не имеют права кланяться даже и подиакам. Вы постарайтесь семь минут даже крестное заменение совершать. Не создавайте никакого движения. Вот это духовный настрой. Как говорит Сарафим Саровский. Закрой глаза. Ну хоть немножко-то. Нужно остановиться. В это время ничего нигде нет. Вижу, начинается вещи зажигать. Это все отвлекает. Зажгите раньше или попозже. Создайте полную тишину, мертвый штиль. Семь минут мы настраиваемся на нужную волну. Вот это духовное рассуждение. Я остальное даже и принимать не хочу. Все остальное это наше житейское примесли. Ходим, двигаемся, кланяемся. Такой порядок. Недуховный порядок. Духовный – это устремленность к Богу. Я пришел к Богу молиться. В послании к римлянам 1.10 апостол Павел говорит, что я, если приду к вам, то желаю преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. Он приезжает к нам и писал. И мы должны ждать от него духовного дарования. Приезжает батюшка, духовное дарование. Я выхожу на пропаде. Духовное дарование. Какое? К утверждению. К утверждению в истинной вере. Вот что такое духовное. Церковь тебе не дает безопасности, что ты пойдешь и на машине не потерпишь аварии. А она не гарантирует, что дети будут с тобой и никто их не украдет. Что тебе будет хороший урожай. Мы можем только надеяться на это. Но гарантии нет никакой. Господь испытывает человека. А судьбы его нам неизвестны. Святые молились, пытаясь познать, почему вот так все случается. И Бог ответил, даже не пытайся этого узнавать. Ни один не получил ответа. Никогда. Это судьбы Божии. И Павел говорит, они неисследимы. Почему я такого роста? А почему голос у меня такой? А почему я русский, а не еврей? В послании к римлянам 4 глава 5 стих апостол Павел говорит так. Все живущие по плоти угодить Богу не могут. А живущие по духу живут духом. Вот узнаешь человека, духовно он или нет, это по рассуждению. Чего он ищет? Как он рассуждает? Я вот радио включаю и слушаю. Я ни разу еще не слышал духовного рассуждения. Все они в зиме готовятся. То урожай надо, то посев. Ни разу, нигде во время готовности к победе, что все десятилетия. Ни одного духовного слова я не услышал. Духовно так. Это постигло нас кара Божия за Богоотступничество, что пошли за безбожниками, царя расстреляли. А это кара Божия. И нужно было это принять как. Я не знаю как, но только пошли не тем путем. А мы снова продолжаем жить в тысячу раз хуже побежденных. И никому как будто в ум не приходят правителям. А как это так случилось? Что победители живут хуже побежденных? Да не в один-два раза, а в тысячу раз. Послание Климна 8 глав 6 стих. Апостол Павел говорит так. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Об этом надо просить, чтобы помышления были духовные. С ними вместе приходит жизнь и мир. Вот что мы отсюда узнали. А помышления плотские – это заготовить побольше. А вот это я сделаю. Я заранее уже знаю, дети выучатся обязательно. Любыми путями закончили высшее учебное заведение. А ты этого не знаешь, нужно это или нет. Они уходят все дальше и дальше от Бога. А может быть, надо иметь и на училище было закончить. Откуда ты знаешь? Вот в то время, во время советской власти, мы стояли за то, что образование вредно. Потому что под определенными условиями принимали верующие. И если он заканчивает институт, ему не давали работать. У нас здесь в Покровском соборе только было 4 кочегара из них, 3 с высшим образованием, заведующий поликлиникой, зав. школы, историк. А молодые ребята только закончили, никому работать не давали. Заканчивая диплом, с великим трудом можно было получить. А рассуждали духовно, а я для Бога стараюсь. Я для Бога от всего отказался. Я бы мог не сторожем быть, не печеньком, когда у меня диплом всю жизнь пролежал. Рассуждали духовно, Господь дал эту мысль. И о чем бы вы сейчас не стали говорить, вы всегда рассуждаете, а это для Бога или нет? А это мне для спасения души? Или только временно для тела? Римлянам 15, глава 27 стих. Если, они говорят, язычники, сделаются участниками в духовном, то и вы должны им послужить телесным. Там был спор, кто главный, евреи или язычники в Римской церкви. И поэтому о духовном, слово духовное больше всего встречается в этом послании. Вот начинаешь расследовать и видишь, уже понятно, о чем речь шла. Апостол Павел говорит так, вы откуда веру получили? Как откуда? С Иерусалима. А в Иерусалиме кто живет? Евреи. Так евреям обетование-то дано ни грекам, ни русским. Ведь мы-то вошли в чужие обетования. Для нас послужили они. Не так, что бей жидов, спасай Россию. А мы должны быть благодарны евреям-то. Они нам послужили в духовном. Эта фраза не потеряла актуальности на сегодняшний день. Так великое ли дело, если мы соберем деньги, да накормим евреев. Они были бедные тогда еще. Мировыми банками Ротшильды не заведовали. И апостол Павел говорит, вы в телесном-то послужите. Если для вас сделает что-то духовное, священник, там епископ, ну в этом всегда помните, держите. То, что он дает, этого бы никогда у нас не было. Что у нас такое епископ? И он сейчас полностью с нами. Это мое внутреннее убеждение, что это от Бога. Мы много молились об этом. Мы искали. Мы вопияли к Богу. Искали по всему миру. И, наконец, Бог так ввел, а епископ не совсем с нами. А теперь он все поддерживает. А что у вас сейчас вот епископ против вас? Я не могу назвать. Я беседовал лично с ним сейчас. Это все неподдельно, искренне. Я смотрел на лицо, ему не зачем перед нами заискать. Это от Бога. Мы духовно рассуждали, что угодно никуда от церкви не отделяться. Епископ у нас должен быть. И так Бог сделал. Первое послание Коринфянам 2.13. Ибо мы говорим с людьми мудростью, не от человеческой мудрости изученной, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Человек духовный судит о всем, а о нем никто не может судить. Сообразая духовное с духовным. То есть, если это небесное, моя душа ищет спасение, к этому надо и стремиться. Как ты это скажешь, что это большее? Вроде какое-то давление. Ты в любом поступке научи искать духовного, не по взгляду, а мне нравится. Девушке нравится юноша, юноша и девушка. Ты смотри-ка дальше, смотри, там духовное что-то есть или нет. Люди, которые выводят лучшие породы скота, смотрят какой бык, от какой породы. Я много лет занимался собакой, там родословное идет до пятого-шестого колена. Кем они были? Какое там прошлое? Что есть? Вы старые. Апостол Павел говорит, учите молодых любить мужей, подсказывать. И вы в этом вопросе должны быть очень внимательны. Ечейка – это маленькое государство. Не на самотек, чтобы пустили. Это для молодых должен быть урок. Духовно не так, чтобы понравилось, а пошел гулять. А посоветуйся, подойди к батюшке, кто-то у тебя старший есть, скажи, ладно это или будет, нет. А мне вот предлагают выйти замуж. А как это? Потому что женился на скорую. Торопливую руку – это на долгую муку. Это мир. Душевный так рассуждает, а духовно не так. Духовно, а что там человек? Знаете, священное писание, а какое смирение, а как он трудится для Бога, а где участвует, проповедует, несет неблагую весть. То есть все это вместе берет духовность. Ну разве старые не хотели бы, чтобы у молодых была благополучная семья, все было по-хорошему. Законным путем надо не черного хода искать эту радость. Плотской человек, он ничего этого не разбирает. Понравилось, красиво схватил и все. Это плотское все. Итак, соображаем мы духовное с духовным. В первом послании к Коринфянам 9 глава 11 стих апостол Павел говорит, «Если мы посеяли в вас духовное, то велико, если пожнем у вас телесное». Я от вас жду большего. Я сею духовное все время, священное писание. И поэтому, когда слышу, что пассивные, на какое-то дело они идут, на самое простое, я вижу недостаток в себе. Не мог пробить. Одни и те же люди приходят, где-то что-то нужно помочь, куда-то пойти, кого-то принять. Одни и те же. Хоть сюда, хоть в деревню поехать. И не потому, что такая абсолютная занятость. Тут другое. Это духовное. Духовное разрывает все эти преграды. В послании к Галатам 6 глава апостол Павел говорит так в первом стиху. Если впадет человек в какое-то согрешение, поступит неправильно. Явно, что он отдаляется от Бога, то вы, духовные, исправляете такового в Духом Кроточке. Плотской человек исправить никого не может. Он скажет, а дело молодое. Это шариковое рассуждение. А духовное он все это соображает. Он и виной, и елей применит. И строгость, и милосердие. То есть духовное. К каждому согрешению свой подход. А чем это вызвано? Каким путем шел грех? А как это все пережечь? Как сделать так, чтобы другие не заразились этим духом блуда? А потом Павел говорит, а нам небезызвестный умысел сатаны. Теперь хочет человек в печаль такую вернуть, чтобы человек совсем погиб. Поэтому считаю, что надо его уже простить. А он на отлучении был. Вот духовное рассуждение. А они возгордились. Ждали, чем это все закончится. До Павла дошла весь, и он полный разгром нанес. Общий с Духом Моим, говорит он. Киписянам, 1 глава, 3 стих. Чтобы Господь, говорит, благословил нас всяким духовным благословением. И когда призывает на нас благословение священник, то мы не должны здесь замысла свои ставить. А я вот надумал без совета, и Бог меня услышал, и Бог благословил. Не так делается. Сначала сравнись со Священным Писанием. По совету. Или без совета дело разрушится, и не пытайся его восстанавливать. Бог тебя просто сметет. Тебя не будет. По совету. Найди людей, знающих Писание. Найди людей, живущих в духовной жизни. Вот что такое духовное. Послание к Киписянам, 5.11. И 6.17. Апостол Павел говорит так, чтобы мы пользовались правильно главным оружием Библии, которое есть настоящий меч, и при том меч духовный. Мечом духовным ничто больше не называется. Нам нужно победить внешних врагов. Мечом духовным. Ермак пошел воевать, он с Библией должен был идти. Ничего другого у него не должно было быть. Нам нужно, чтобы мусульмане нас не победили. Нужны сильные юноши. Какие? Проповедники. Другого оружия, кроме Библии, чтобы они в руки не брали. В послании к Колоссинам, 1.9. Говорится, чтобы мы познавали волю его, что означает жить духовно. И также 3.16. Чтобы духовные вразумляли людей, жить по воле Божией. Духовный понимает, что такое сравнение. И чем это заканчивается в Библии, Откровение 11.8. Когда говорится о Содоме, то духовно это город для людей, Господь наш распят. А какой город? Это значит Иерусалим. Духовный понимает значение слов, хотя они не так произносятся. А если у тебя только душевно, то значит ты еще не родился свыше. Потому что на первом месте душевное, а потом духовное. А где духовный человек получает смирение, когда приходит ко крещению, когда дает обещание Богу доброй совести и получает помазание чела миром, что благодать Духа отверзла ум для уразумения Священного Писания. И оно тогда ощущает, просвещает, дает духовный настрой. Духовный настрой дает человеку бодрость всегда. Он даже будет лежать, парализованным. И если только у него язык еще шевелится, любой заходящий почувствует, из него пламя поднимается к небу. Я встречал таких людей, у них только одна рука двигалась, она скорее кверху поднята, аллилуйя. Когда не зайдешь, он аллилуйя. Уже все уходит из этой жизни. Ни руки, ни ноги. Одна рука движется, левая поднята, сюда поднята к небу, аллилуйя. Как я благодарен Тебе, Господи. Вот этот заряд дает духовное рождение, за которым мы пришли в православную церковь. За духовным укреплением и проверкой, духовной ли мы пришли сегодня в храм. Да дарует нам Господь отсюда выйти духовными, облагодатственными, чтобы многие от нас поняли, что такое жить духовно во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Аминь.